Добраться с ветерком. Северная транспортная компания возобновила рейсы на воздушной подушке в Каменку. Из-за торосев и промоин было невозможно добраться до населенного пункта. Тему продолжит Наталья Дуркина. Этот рейс в деревню Каменка второй за неделю. Ранее в течение месяца судно на воздушной подушке не могло доехать до населенного пункта. Жителям поселков приходилось добираться различными способами. Первая подушка, когда пошла, мы доехали, ну сколько там, не доезжая деревни, нас усадили, и мы поехали на транспорт, где-то в своем заказали. Я уехала на подушке еще, когда не было льда, последним рейсом, и все, больше не ездила. Дело в том, что река на протяжении практически всего маршрута в Таросях. Из-за этих нагромождений и обломков льда сюда на воздушной подушке не могут проехать. Впрочем, селяне уже привыкли к таким особенностям транспорта. Особого возмущения нету. Люди понимают, что небезопасно, так сказать. Потому что на самом деле суда специфические на воздушной подушке, они, грубо говоря, ходят на воздухе. И вот эти элементы, которые удерживают воздух, гибкое ограждение резина, она в эти Таросы рвется, изнашивается. И, собственно, можно потерять ход и остаться в этих Таросах. Чтобы безопасно добираться до населенных пунктов округа, необходимо дождаться устойчивого снежного покрова, который разровняет дорогу. Первый рейс до Каменки пробивались. Ну, где-то подчищали. Сегодня получше. Сегодня снега немножко подсыпало. Но все равно много Таросов, как вы можете сами видеть. И Таросы довольно большие. Потому что, ну, дальше я пока двигаться, дальше Каменки, там, на Виску, на Лабожской не могу. Потому что, ну, будем ждать, пока еще подзаметет. Следующий рейс будем пробовать до Виски, до Лабожского. Сейчас судно на воздушной подушке ходит в Нельминос, Оксина, Кую, Андик, Хангурей, Каменку и Тельвиску. Рейсы в Тошвиску и Великовисочное запланированы на 14 декабря. Кроме того, по средам жители сел, расположенных вниз и вверх по Печоре, могут добраться в город и обратно на вертолете Наринмарского объединенного авиаотряда. Рейс выполняется в период межсезонья при наличии загрузки. Наталья Дуркина, Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.